Друзья, привет! С вами Леся. У нас сегодня немножко незапланированные пустые баночки, но на это есть причина. Давайте приступим. Первое, что хочу показать, это закончился у меня вот такой вот тональный крем от L'Etoile для всех типов кожи. Совершенство шелка, 0,3 оттенок, светло-розовый. И этот тональный крем у меня второй раз подряд. Он мне так понравился. Когда его наносишь, вот понимаете, нет ощущения, что на вас тональник. Хотя у него такое среднее покрытие, но при этом действительно, как будто бы это ваша кожа, но только лучше стало. Такая как бы шелковистость, что ли. Ну, очень приятно, его незаметно. Но есть одно но, это оттенок. 0,3 светло-розовый, девчонки. Он вообще ни разу не светлый. Он такой прям темно-лососевый, я бы сказала. Смотрите, какой он. Надеюсь, будет видно. Видите? То есть, ну, он такой прям темный. И это не совсем то, что мне нужно в плане оттенка. Все-таки он мою кожу темнит. И это, ну, немножко мне не нравится. Я люблю, когда кожа светлая. Не люблю ни загорелую кожу, ни темную кожу. В общем, и, наверное, больше его покупать не буду. Потому что, тем более, на контрасте вот зимой, знаете. Хотя летом я тоже не загораю. Но все-таки зимой прям вообще все белым-белой. И высадой кожи немножко такой оттенок дает. Ну, как-то странный. Хотя тональник мне нравится. Вы знаете, я заходила в Литуаль и тестировала другие оттенки. Думаю, ну, пусть будет не розовый. Ну, я предпочитаю розовые оттенки в тональниках. Пусть будет какой-то там, ну, нейтральный, да. Типа порцеллян, там, что-то такое. Но вот даже самый светлый тон, если брать, у них он прям желтый. Если этот такой лососевый, то тот прям желтый-желтый. Им вообще не подходит. Поэтому этот все-таки мне по оттенку не очень подходит. Хотя вот он мне очень нравится по качеству. Дублировать больше я его не буду. Но сам тональник классный. Если вы найдете то, что подходит вам, то, я думаю, он вам понравится. И стоимость, в принципе, неплохая. И знаете, что я заметила? После того, как я перестала использовать какие-то праймеры, базы, да. У меня тональники начали очень быстро уходить. Очень. То есть у меня этот тональник месяца полтора продержался. То есть прям раз и нету. Ну, он такой жиденький, вы видели, да. Но я и выхожу часто. Не каждый день, но почти. Так что вот так вот. Почему базы не покупаю? Ну, просто вот не покупаю. Не знаю, как бы. Они особо не влияют на макияж, только, наверное, влияют, когда с базы как-то меньше тональника уходит. Может, буду покупать, может, нет. По желанию, в общем. И взяла я себе тональник от Ивраши. Это у нас оттеночек розовый какой-то там. Роуз 050. Такой вот тональник. Получала я его в подарок за заказ. Сама себе выбрала. Но он не просроченный. То есть у него до 11-го, 24-го года срок годности. Вроде бы еще два года, да. Насколько я понимаю, год он где-то уже тусовался. В общем, девчонки, наношу я этот тональник. Изначально я увидела оттенок. Я вау. Оттенок мое, 100% подходит. Супер. Такой светленький, с легким розовым потоном. Леся довольна. Начинаю его, как бы, да, разносить. И понимаю, что у него какая-то странная консистенция. Он по ощущениям, как жирный пластилин. Жирная какая-то замазка. Вот что-то такое. То есть он не очень-то хорошо распределяется. И он прям, ну, такой прям какой-то жирный. Ну, неприятная консистенция. И эффект какой-то такой замазки. Вот что-то такое. Вот прям вообще что-то странное. Я очень удивилась. Думаю, что это за тональник такой. Он прям очень плохо распределяется. Ну, замазка. Тупо замазка. Еще она какая-то такая прям жирная-жирная. Как будто бы вот в масло добавили какую-то краску. Я понюхала это средство. И мне показалось, что это вообще как-то странно пахнет. аромат какого-то как прогорклого масла, что ли. Да, вот такой вот старый-старый косметик. Знаете, из разряда, там, когда-то давно я у бабушки нашла старые помады. Может, кто-то помнит, такие были в белых корпусах. И там разные оттенки. И бабушка показывала, сколько у нее много помад этих вот. Ну, просто белая пластмасса такие вот. Раньше были советские помады. Очень давно. Но они вот так вот прям уже пахли с чем-то таким, знаете, старым. Десятилетиями уже хранились. И это вот такой вот запах чего-то прогорклого, чего-то старого. И я спешила, когда я красилась. Мне не понравилась уже ни консистенция, ни то, что это странно пахнет. Ни то, как это наносится. Это когда я пыталась, ну, как бы, как я наношу тональный крем. Я вот так вот при вас немножко нанесла. Я потом беру спонжиком отсюда и наношу на лицо. Я пыталась с руки стереть это. И у меня что-то это не получалось. Я терла уже. Терла. Ну, в общем, я спешила. Мне не было времени разбираться. Но, знаете, уже так отметила для себя, что этот тональный крайне себе странно ведет. Когда я пришла домой, в общем, очень много сегодня бегали. И с ребенком, и всей семьей, в общем. И я так прилегла, и взор мой упал на этот тональник. И смотрю, вот так вот, не знаю, будет видно или нет. Смотрю, а его вот так вот прямо. То есть вот здесь вот прямо как просвещается, что ли. Особенно, если сдалека смотреть, я думаю, нифига себе. Я что, столько его использовала? Да не может такого быть. Подхожу ближе и начинаю рассматривать. Блин, я его брала, балдыхала. Не знаю, будет вам видно или нет. Короче, начинаю его рассматривать. И понимаю, что здесь просто слой какой-то то ли воды. То, ну, по виду это какая-то такая вот водяная фракция. То есть этот тональник, он расслоился. Я его даже открыла. Вот так вот посмотрела. И вижу, что там балдыхается вода. Что там разводами оно все идет. То есть вот такая вот ситуация с этим тональным кремом. Для меня, честно говоря, это неожиданно. Для меня это неприятно. То есть я так понимаю, что этот тональник просто он испортился. Испортился. И не знаю, девчонки, кто брал такие тональники. Хорошо, что я его не купила. Потому что у меня была такая мыслишка купить тональник от Эвроше. У вас такой тональник, как он себя ведет? Должен ли он быть таким, как я его описала? Либо же это из-за того, что он испорченный такой. Мало того, вот я походила часов 8, да, получается, накрашенная. И я вижу, что этот тональник, он проваливается в поры полностью. Вот прям вот смотришь на себя, у меня расширенные поры. И прям видны вот эти вот точки такие, знаете. Это было бы лучше, если бы я вообще не накрасилась тональником. Как бы несовершенства мои бы так не бросались в глаза. Поэтому, к сожалению, что-то с этим тональником произошло. Может быть, неправильное хранение. Может быть, что-то не то. Но я вижу, что он испорченный. Им пользоваться нельзя. Поэтому я его просто выброшу. Впечатления ужасные. Я, знаете, так опять Эвроше. Муж говорит, ты же уже в черный список кидала Эвроше. Говорит, что ты кинь уже его навсегда и не покупай. Поэтому этот тональник я выбрасываю. Вот такая вот ситуация у меня сложилась. И я сейчас сижу без тональника вообще. Вот так вот. Пудра есть, тональника нет. Далее покажу. Вот почему хотелось просто, знаете, по горячим следам вот такие вот эмоции. Рассказать про эти тональные средства. Конечно, я его давать никому не буду. Я его просто выброшу. Далее покажу вот такой вот шампунь от Эволюдерм Манои. Все мы помним, как я любила аромат Манои. И все мы знаем, что я сейчас его разлюбила, потому что много всего покупала. И талька молочко для тела. И, в общем, и парфюн купила. И гель, и шампунь, и молочко. Ну, в общем, короче, всего понакупала. И понакупляла, и дошла до того, что я просто ненавидела этот аромат. Но, знаете, в таком, как шампунь там. То есть, он мне не нравится, но не то, что прям я отвращение чувствую. То есть, я больше не буду покупать. Ну, у меня еще остался теперь спирант Пайо. Я его использую. Потому что, ну, как бы там особо не слышно. Так, если принюхаться только. Так. По поводу Эвалюдерм, этот шампунь литровый. Честно скажу, я не полностью его использовала сама. Часть я его даже отлила. Миллилитров 150 я отливала. На попробовать. И когда его осталось где-то миллилитров... Ну, миллилитров 80, вот так, меньше 100. Я его просто вылила. У меня есть такая банка, где я там всего наколопуцала, что мне не нравилось из моющих средств. И этой банкой я мою там котячий лоток, там освежить ванну, что-то такое вот из бытовых нужд. В общем, остатки я вылила туда. Надоело. Ну, по сути, миллилитров 750 я использовала сама. Могу сказать, что это прозрачный шампунь. Было приятно. То, что он такой вот прозрачный, приятного цвета. По действию самый обычный, самый дешевый, моющий шампунь. Не знаю, как еще характеризовать. То есть, каких-то уходовых компонентов... Как бы... Не компонентов... Уходовых характеристик у него абсолютно никаких нет. Наоборот, даже когда я наносила на волосы, все-таки у меня немножко даже порой было ощущение, что волосы отдельно, а шампунь отдельно. Может, кто-то такое чувствовал, что волосы как начинают скукоживаться под этим шампунем, и как будто бы он плохо по ним распределяется. Не знаю, как это объяснить. Но, в принципе, голову мыл, да и мыл. Окей. Больше повторять, конечно, не буду. Это я прям погорячилась очень сильно, что его купила. Далее закончилась у меня вот такая вот маска. Фром Бабушка Визлав, ромашка и прополис, питание и укрепление, восстановление природного блеска волос против всех кучихся кончиков. Рецепт номер 17, блеск и укрепление. Могу сказать одно. Блеск после этого продукта. Сумасшедшие волосы блестят, как у новенькой куклы. Но в остальном, как бы, не помогает расчесыванию. Волосы спутаны после того, как вы использовали эту маску. При этом потрясающий аромат. Аромат действительно ромашки, сухоцветов ромашки, вот этой вот ромашки из аптеки. Если вы такое любите, то вам понравится. Мне просто очень нравится аромат. Средство было густое. Ну, не знаю, сколько я уже сталкиваюсь с продуктами Бабушка. Мне кажется, на мне работают одинаково. И далее, да, хочу отметить, что у меня и так волосы блестят, но этот продукт, как бы, усиливал этот эффект. Далее я поставила на смену вот такой вот бальзам, йогурт и овес, оздоровление волос, легкое расчесывание, интенсивное увлажнение. Рецепт номер 4. Увлажнение и гладкость. Девочки, этот продукт был настолько густо, что он вообще вот так вот не выливался. Абсолютно. Можно его было трясти, танцевать с ним вот так перевернутый. Он не выливался. Я попросила мужа, и он мне просто этот бальзам в эту баночку пересыпал. Вот так вот это все выглядит. То есть, понимаете, смотрите, как это может вообще перетекать. Как? Никак. Аромат приятный. Такой вот как овес, знаете, вот подают в какой-то косметику. Он такой сладковатый, нежный. Честно, похож на ароматы в духе старого и в Роше. Вот как растительный, сладковатый такой. Конечно, я эту баночку оставлю и доиспользую то, что там внутри. По сути, этот продукт, он похож абсолютно на вот этот продукт. Особой разницы я никакой не вижу. Поэтому я не знаю. Мне просто нравится, знаете, концепция вот этот вот бабушка. Это прикольно упаковано, стоит бюджетно. Мне нравится, очень нравится их аромат. Вот эти вот растительные, сладковатые, ромашка там, хмель. Это все так потрясающе пахнет. И у меня периодически все равно тянется рука, чтобы их приобрести. Но по факту, как бы, ну, ничего не такого, как бы, на волосах не делают. Но стоит отдать должное, если вот высушить феном. Волосы такие прям, да, струящиеся, блестят. В общем, очень классные. Масочку я доиспользую. Заберу эту банку. Ну, а это уже, конечно, выкину. По сути, это, ну, как по мне, разные запахи, но эффект один и тот же. Далее я хочу показать патчи. Закончились патчи от SuperBizy. Такие вот коллаген, витамин С. Братья Нинка с ящина. Так, тут у нас пусто. Видите, даже жидкость, ничего не осталось. Какой такой приятный косметический аромат. Немножко со сладостью. Нет, свежий. Такие красивые красно-оранжевые патчи здесь были. Пользовалась в основном я, но иногда ими также пользовался муж. Ну, как бы он у меня работает за компьютером с утра до ночи. И просто так вот, ну, чтобы хоть как-то визуально глазки привести в порядок, он иногда ими тоже пользовался. Мне понравилось, что эти патчи ты наклеил, и они прицепились, они не съезжают, не сползают. Это очень-очень здорово. Нюанс в том, что первые 7-8 минут, когда вы их нацепили, они, как Женя вы чувствуете, такое нормальное. Не только у меня, у мужа тоже так же было. Я, насколько понимаю, это так компоненты работают. После них очень классный разглаживающий эффект. Вот вы прям патч снимаете, и под этим патчем гладкая-гладкая кожа прям идеалити. Как яичко, вот, ну, понимаете, да, такая прям аж гладкая, отшлифованная кожа. Конечно, это все как бы чисто визуалка на раз. Но эффект у них действительно заметный, крутой. Например, если вам там надо куда-то идти, и выглядит шикарно, то эти патчи вам помогут. Они пекут, но от них нет раздражения и красноты. Использовала, дарил мне их муж. Вот они закончились. Следующее, что покажу, закончился вот такой вот масло-эксфолиант. И в Роше Пиур Арника. Обожаю этот продукт. Это бестселлер у Иврашена. Но, пожалуй, это единственный продукт, который до сих пор мне вот прям не надоел, и который я обожаю. Помню всегда о нем. Когда делаю заказ, конечно же, если есть в наличии, этот продукт я заказываю. Покупала последний раз 1 плюс 1, то есть очень по выгодной цене. Шикарное лакомство для рук, блаженство. Вначале вы наносите на сухие руки, массируете. Это такая медовая, такая маслянистая консистенция с разными видами скрабирующих частичек, которые не... Как не повреждают вашу кожу. Приятно так массируете, массируете. А потом при контакте с водой это все как пененькая такая легенькая пеночка уходит. Очень приятный аромат. Очень классный уход. С большим удовольствием покупала. Покупаю и буду покупать. Это очень достойный продукт. Надеюсь, хотя бы его они не снимут. Потому что Еврошей сняли столько достойных продуктов. Столько классных. Блин, даже хочется поспоминать, знаете, с фанатами Еврошей. Именно вот старый добрый Еврошей. Не то, что сейчас. Ну ладно. И последнее, что покажу, это вот такое вот мыльце Бэбл. Это дарила Олечка, моя подписчица. И это детское мыльце. Очень приятный такой аромат. Оно беленькое, кремовое. Приятный такой аромат какой-то сладковато-косметический. Может быть, ну хлопком не очень пахнет. Ну вот что-то такое, какой-то кремовый такой косметический. Может даже с легкой цветочной ноткой. Мыльце приятное, когда им пользуешься. Оно кремовое. И такая, знаете, вот мылишь-мылишь ручки. Такая пенка беленькая. Беленькая получается. Такая симпатичная. В общем, очень приятная мыльца. С удовольствием сейчас им пользуемся. Вот такие вот пустые баночки. Хотелось вам показать, рассказать. Все выпросить. В том числе тональный крем от Еврошей. И поделиться своим мнением, впечатлением. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok